Я когда в деревне был у бабушки, у меня был очень интересный вопрос в голове. Климат прекрасный, мягче уральского. Вот это самые южные два района Кировской области. Там всё север. Малома, Апарино и так далее. Тут Удмуртия, тут Татария. И вот так вот кусок Кировской области, Вятскополянский район. Ну, мягкий климат. Вообще помидоры растут без всяких там теплиц, как у нас на Урале. А почему садов-то нет? Казалось бы, должны быть сады. Я был подростком, задал такой вопрос. Мне ответили, а как вырубили же все сады? Как вырубили? Кто вырубил? Сами. А когда, в какие годы? Ну, при Хрущеве вырубили. Потому, что он ввёл налог на фруктовые деревья. Да? При Сталине не было такого налога. Были налоги жестокие. И никто не спрашивал, есть у тебя куры там или нет при Сталине. А яйца – отдай. Масло – тоже колхознику. Но до налога на фруктовые деревья додумался только Никита Сергеевич. А до этого крестьянство жило совершенно иначе. Нам кажется, что из войны крестьянство вышло на последнем издыхании. Я в офицерской семье родился за границей. И мы приехали в город Екатеринбург. Свердловск тогда он назывался. В 1959 году. Мне мать рассказывала, что в гастрономии лежали молочные поросята. Иди покупай. Что на рабочих окраинах целые стада ходили. Послись. На Визе. На Уралмаше. И так далее. А потом это всё было уничтожено. Всё централизовалось. Сокращались неперспективные деревни. Вот это вот слово «неперспективные» – оно же при Хрущеве появилось. Так что большего урона российскому сельскому хозяйству, чем правление Никиты Сергеевича нанесено, вообще не было никогда. Он повесил на шею крестьянам эти МТС, которые Иосиф Виссарионович считал, должно нести государство. Ну, там много чего. Ну, там много чего. А восстанавливать. А восстанавливать? Ну, да кому это надо? Это же какие труды должны быть, чтобы всё это восстановить? Есть сорта, районированные. Всё это денег стоит. Это же целые труды. Ну, мы о целях не знаем. Мы же только знаем, что всё антипатриотическое было сделано при Хрущеве. Урон православной церкви при Хрущеве был нанесён больше, чем в 20-е-30-е годы. Было храмов взорвано и уничтожено больше, как говорит статистика на сегодняшний день. Так что, уже исходя из этого, мы можем делать выводы о том, какие цели имел Никита Сергеевич Крущев. Многие историки его сейчас называют, так сказать, скрытым, недобитым троцкистом. Вот.